всем привет всем доброе утро слышите что-то тарахтит всего у нас точно весна водит паш земля то еще не шибко высохла но вадику виднее он профессионал в этом деле глазик мой подбит ну хорошо что не болит единственное так знаете что-то помаркиваешь так бывает иногда так раз проморгал все нормально у меня мое больное место это глаза по ходу у меня постоянно чего-нибудь да с ними случается то ветка у меня один раз мы с юлей шли я прям деткой себе глаз короче повредил прям вот ну радужку глаза короче то ячмень соскочит то еще чего-нибудь вот в том году у меня с глазом помните тоже воспаление было беда была или в поза том ли когда папа меня еще в больнице возил короче в том году кофеек заехал купил в апельсин отвез алису в школу что у меня на кепке фигня какая-то убрать надо руки заняты алисинку в школу отвез заехал в апельсин купил кофе что за разборки лица там с кем-то разборки устраивает иду гуляю гуляю с собакой смотрите какие красивые цветы смотрите какие полянки нарциссов распустились красотища на улице плюс 17 градусов представляете несмотря на то что пасмурно но мы недолго будем радоваться погоде у нас уже с воскресенье начинается опять не знаю завидовать особо нечему меня вот так то все устраивает мне не нравится и мне бесит меня кроет вот это слякотная погода постоянно вот это грязище грязь слякать грязь слякать просто утомляет то есть то что если будут ну там дождики там идти там или пасмурно это как бы грузит немножко но но это так не напрягает как ты выходишь за пределы своей калитки и выдаешь в грязище не вот это больше всего прям напрягает и кровь я наверно с этим подпитым глазом на этого алкаша похож еще и небритость такая похож на синегала жесть ну ладненько сейчас погуляю с собакой приду домой займусь забором так ребят ну что я уже дома до лисичка колбасичка погуляли зёпа погуляли халясо все халясо или утром блинчики и дала она даже кушать не стала вчера мясом наелась я мясо вчера говядинки дал она так наелась вкуснятинки говядинки мякоти 620 рублей мякоть стоит короче отвлекся сейчас займемся заборчиком вот у меня штыкетник приготовлен сейчас я шайбочки поснимаем саморезов и все и будем монтировать слушайте ну ветер у нас сегодня просто сумасшедший хорошо что я вчера шкафчики выставил и прикрутил стоят мертва все равно тут меньше продувает еще когда карбонатом задел так ну что промежуточный результат вот так вот у меня получилось все это потом помою почищу все будет классно вот эти штакетинки надо будет перекрутить вот эти две штуки в краски которые некрасиво знаете куда прикручу прикручу их где-нибудь в огороде там не видно сейчас поеду еще саморезов докуплю и алисеньку сашковы заберу время уже просто подошло уже уже пора ехать забирать это жопа мне помогает ведь не отходит от меня ну ты чё лисичка голову подними голову жопа рыжая жопа рыжая жопа рыжая я поехал в магазин строитель витер сошь и сейчас в машине сяду короче рассказываю вот эти кровельные саморезики вот эти вот они стоили если я не ошибаюсь в прошлом году летом что-то в пределах двух рублей наверно перед подорожанием вот последним они стоили 250 сейчас они стоят 4 рубля то есть я взял 200 саморезов и отдал 800 рублей цены просто вот просто конь gps подключен и раз такой ночью это более жесть я не знаю как сейчас как будут работать строители если настрой материалы такие цены то есть сколько будет стоить квадрат жилья это же насколько поднимется цена в два раза минимум то есть если дом раньше обходился там в миллионов пять строителю до плюс его накрутка там сколько я не знаю там то сейчас сколько будет стоить вот я покупал свой дом получается два года назад 4 миллиона 4 сейчас сколько такой дом будет стоить это трындец ребятки доченька вышла я ее встретил сейчас мы с ней поедем водички 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 возьмем и и в копилочку заедем купим вкусняшки чё как дела хорошо чё ты грустная сегодня какая-то мне просто горо болит воду не трава странно чё-то у тебя грушка заболела набегалась вчера ветрено было а сегодня на хоккей а мы как всегда приехали в нашу любимую копилку ты сколько раз сказал можно с тобой пойти можно конечно ты чё любима как я тебя стою жду как это как это нельзя а кто будет себе выбирать что пожевать вкусненького и грязную машину зачем трогать вон видишь она грязномазый Рафаил умыть надо сегодня заедем на мойку перед хоккеем у него как будто такие глаза а такой нос да нос глаза купили домой тархун одну бутылку я сейчас приватизирую Алисы хватит ей с сырками тоже я тебе разрешаю сегодня съесть только один сырок всё хватит поняла меня сладостей хватит йогурт один взяла лимон и сосиски пиканту это икра кабачковая чё ещё у нас всё здесь у нас салатики блинчики с мясом мясо собственно говоря корейка на кости один дыниш французский свёкла короче хлеб в общем домой всё покушать всё домой всё покушать а ещё Алиса вон взяла себе порося сказала будет играть с лисой этим поросям он резиновый для собаки прикольно и для меня и для тебя да конечно же для тебя ещё это порося она хрюкает из-за этого Алиса её и взяла эту поросю вернулись мы домой Алиса перед тренировкой пошла погулять немного а я ещё прикручиваю сейчас есть у меня немножко времени минут сорок покручу заборчик мне короче про вчерашний влог сказали типа короче неинтересный весь день про одни шкафчики но сегодня не тоже неинтересный сегодня весь день про один заборчик поэтому я наверное этот влог буду снимать два дня чтобы и сегодня поснимать и завтра поснимать вдруг завтра будет что-то более интересное ну что время тренировки приехали на хоккей сейчас в 10 минут ползу упал и потом уже и 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 ну все о фп прошло уже лед на льду сегодня игра так что сейчас шайбу покатают ребятки давайте пацаны ребятки еще раз все поздравим дружно на день три четыре и 1 2 3 фотографирую после тренировки алиса с ребятами отметили день рождения или до доченька сколько илюхи исполнилось семь лет восемь лет не знаешь поели пиццы и сейчас мы гоним домой а никто не спрашивал ребятушки всем привет утро нового дня блок растянулся на два дня вчера снимать особо закончился вчерашний день днем рождения ильи поели дети пиццу мы поехали домой а сегодня день начинается с прогулки с лисой на улице солнечно красотища плюс 20 градусов мы в кофтах и дам жарко просто ветерок из-за этого нам видимо показалось что на улице будет холодно а на самом деле красота и знаете что я сегодня сделаю я сегодня повезу своих девчонок в гренландию на конную прогулку поеду и в общем там же есть верховая езда уроки верховой езды поэтому я поговорю там с инструктором чтобы алисинку взяли на уроке верховой езды чтобы по выходным можно было его возить вот у нее четверг еще свободный день до четверг можно возить и в субботу воскресенье у нее акулеле а понедельник среда пятница у нее хоккей если так сделать то они будут все дни заняты такие вот планы на сегодня сейчас покажу вам что вокруг нас вокруг нас такие ароматы вы просто себе не представляете юля чихает видимо эти ароматы попадают цветение видите как цветут деревья красиво вообще нарциссы прям вообще везде сидят гроздья красота ребята все уже вот вот уже уже из деревни не хочется вот всю зиму хотелось свалить из деревни из-за грязи и слякоти а вот летом уже не охота уезжать потому что такая красота такая благодать просто себе не представляете сейчас первая клубника уже пойдет кто в теплицах выращивает вот уже пойдет смотрите какое красивое дерево как цветет смотри наверху какие шапочки класс вообще ну или говорит что ты нарциссики не высаживаешь или говорит ну вот каждому свое мне вот говорит нарциссы вот не очень они же вот сейчас отцветут и все да вот такая вот у нас красотища ребята там на углу еще два дерева цветут сейчас вам дойдем покажу вот это дерево смотрите как красиво цветет дерево красиво и цветет красиво класс на одевать иди сюда лиса не дает до уже второй день я не знаю как правильно учить команде дай лапу лиса лиса иди ко мне иди ко мне сидеть ко мне да моя любимая лиса я вам помешаю наверное лежать 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 вот это она знает угу ребята Юля мне идет говорит вот поснимай тут поснимай тут поснимай тут короче женский взгляд со стороны еще у это нет а а и пришли с Юлей домой позавтракали собрались Алисеньку собрали она со своей лошадкой на лошадок поедет Юля ты готова все погнали одеты все по летними но я вот Юля взяла с собой что-то курточку взяла легкую я жилетку одел Алиса тоже в жилетке прохладненько все равно ветерок такой нехороший короче сейчас заедем в пятерочку возьмем с собой яблок купим корм наверное собачий там по-любому собачек очень много кошачий корм надо взять у нас есть у нас жидкий корм есть кошачий лежит уже давно сейчас возьмем в общем лошадкам собачкам кошечкам корма в пятерку заедем и все и погоним подожди кошачий корм у нас лежит так ребят берем яблоки вот такие беру фасованные микс они не крупные как раз чтобы лошадке дать она съела взял два пакета и сейчас возьмем корм собачий кошачий у нас есть вот такой собачий собачек подкормить это домой ночевки какие-то ребята мы приехали уже почти почти в общем это целая база называется она гренландия база отдыха и здесь да здесь домики здесь можно отдохнуть приехать остаться за ночевать у них есть бани здесь сауна бассейн в общем чем забор снимающий зайдем вовнутрь все покажу ну вот мы и на месте такие вот здесь домики можно арендовать номера в домиках есть банкетный зал на 30 мест обместимость домиков общие 18 человек алиса пошла у нее лошадки на фиге че надо лошадки лошадки мы пойдем ресепшен искать короче здесь еще можно на квадриках погонять где-то тут бассейн должен быть еще а вот он он малюсенький вообще малюсенький бассейн нас встретили вышли молодой человек ведет девчонок лошадкам я иду за ними взял с собой яблочки сейчас покормим немножко лошадок и потом пойдем кататься красавец какой красавец так ребят мы уже внутри кормим лошадок потихоньку вот этой красавицы родился мальчик или девочка ладно мы не знаем ну в общем же ребенок охраняет она его мы ее кормим всех покормили всех яблоками покормили всех вообще всех сейчас поедем кататься нам уже готовят лошадок но алиса тебе придется в этот раз-то конную прогулку не самостоятельно провести здесь детям только с 12 лет самостоятельно разрешают ничего страшного зато обучение у тебя будет уже самостоятельно верховая езде лошадок покормили теперь кормим собачек эту собачку зовут лиза я на фотках когда увидел короче в инстаграме у гринвандии я думал что это наша белочка это местная собачка лиза ну повадки у нее точно такие же такая же ласковая и окрас и цвет все похоже ребят боялись покормить подойти собачку которая на привязи потом подошли она такая добрая ласковая и нежная прямо заберите меня домой пятнами но это такой язык такой пигмент у нее языка ой солнышко сейчас узнаем любименькая кушай давай кушай она много кстати поела ну что ребятки нам вывели лошадок вот они наши красавицы сейчас мы пойдем на муж красиво здесь тихо спокойно чаще посмотрим к у нас маршрут ребятушки идем по лесу маршрут прикольный тепло хорошо кайф лошадки пошли 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 тори кайфуча ребят мы сейчас едем это все заброшенные люди отдыхающие которые сюда приезжают на базу отдохнуть ходят здесь собирают местные едем и мы едем в этом году пособираем короче юле очень сильно понравился маршрут говорит так классно подъемов нет спусков нет спокойно прогулочка легкая весенняя прогулка а прикинь когда зацветет здесь какая будет красота все здорово вот ребята на сегодня прогулка выходного дня дима гид нам рассказывает что лошадки здесь на свободном выгуле них отпускают и вот здесь вот в этих местах вот где мы идем они здесь обычно обитают они выходят здесь кормятся вот эти дикие груши едят дикие яблоки которые тут растут ну как дикие здесь совхозы были в общем выращивали все это но потом все это бросили вот а деревья то растут все равно яблоки горит здесь вкусные груши вкусные ну а луча вкусно и давай вперед и торонто шла-шла скушала колючку какую-то остановилась пока я болтаю и остановилась давай лопать вот такие вот они у нас хулиганистые лошадочки все места они здесь знают все знают на свободном выгуле они здесь но они очень красивые прям такие хорошие лошадки даже собачки все такие толстые упитанные а юля одна осталась себе вернулись мы с маршрута алис ты чё аккуратно небо не бойтесь вы чё тут все подергались кушать будем кушать будем яблочки кушать будем покатались пришли в банкетный зал сейчас попьем чаек да девчонки и поедем домой попили вкусный чай здесь банька на первом этаже похоже а как хорошо пахнет дровишками да здесь наверно все застилается летом все число летом наверно еще же не сезон с Алисой уже знакомиться ребят вот так вот сегодня мы попутешествовали немножко кому интересно база отдыха гренландия в сторону свободного а еще кому интереснее сильнее сильнее внизу будут ссылочки короче на них приезжайте отдыхайте здесь есть домики банька лошадки пожалуйста конные прогулки собачки кошки в общем все нормальные все ласковые нежные можно спокойно прям вот мне кажется с ребенком самое то приехать вообще здорово а еще собаку одну вообще как котенка и его а еще мы договорились с инструктором получается с тренером с преподавателем да 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 у Алисы начинаются занятия с четверга она начнет ездить на лошадке вот и будет уже более профессионально заниматься посмотрим может быть дальше пойдет если четверг будет первое занятие у нас смотри вон она бегает у нас на хобби хорсе сейчас я покажу четверг будет первое занятие у нее по конному спорту а что здесь место много площадь позволяет с хоккеем конечно ребят очень жалко что придется расстаться распрощаться но это все из-за того что у нас Алиса дышит ртом во время тренировки и не может никак с этим справиться снова у нее начался вот это вот это кряканье с понедельника мы начали опять заниматься получается отходили понедельник нормально все вторник нормально все а вчера пришли с тренировки и все и началось сопли опять кашель опять ну вот да и многие сейчас скажут что нужно к врачу сходить нужно все проверить ребят мы сходили проверили а уж знаете все анализы уже сдали все что можно там ну не буду уж говорить что вообще все ребят все сделали все что можно но ничего не помогает я думаю что это все таки влияние вот этого холодного воздуха и просто у Алисы ну вот так вот реагирует ее дыхательные пути на холодный воздух ну к сожалению но я кстати рада потому что рада а я нет я очень хотел чтобы она продолжала ходить ну научилась кататься самое главное кататься круто быстро может играть вот знаешь когда нибудь вырастет она может спокойно с пацанами пойти поиграть вот собака классная да все плавать научилась тоже многие скажут никуда она у вас долго не ходит ну как не ходит основные навыки получила катается купается плавает точнее плавает она вообще классно сейчас вот на лошадях научиться кататься посмотрим что будет дальше все поехали девчонки мальчишки у меня личный водитель у меня есть права поэтому я спокойно могу ездить за рулем для меня это вообще не проблема а то все все говорят почему Юля не ездит за рулем так смотрите внимательно а я не езжу потому что у меня есть вот она видишь она притаилась да если я потихоньку проезжу вот она сейчас кинется она не кинется если я буду ехать вот так вот потихонечку их раздражает вот как наше лисо когда машина начинает газовать да наша машина на любую машину кидается наша лисица она типа короче охотится за машинами из-за этого кидается вот видишь все а ты как проехал в обратную сторону как я проехал аккуратно яма ты не болтай смотри лучше на яму я все вижу я кстати подумала короче управление на этой машине мне очень понравилось очень чувствительное супер нежное прям вот чуть-чуть нажимаю все машинка едет чуть-чуть нажимаю тормозит раньше я ездила на машине которая сейчас у моей мамы с деть Сережей и там все совсем по-другому поэтому я желаю Левочке чтобы скорее он обзавелся такой же хотя бы машинкой как у нас это прям кайф вот такие дела с этой проблемой это с этой работы мне кажется не